Дорогие друзья! Доброй традицией, прямо прилетаешь из трапа самолета, едешь сюда, сразу на телевизор, чуть-чуть подмарафетишься, поменяешь дресс-код и все, можно выходить в эфир вечерний. Вы, кстати, прекрасно выглядите, Ольга, смотри, мы с твоей подругой не знакомы, Алена, с вами не знакомы, сейчас будем знакомиться, Зас, представь, пожалуйста, потому что я знаю, что Алена скромная, про себя не будет сейчас говорить все свои таланты, представь свою подругу, пожалуйста. Какая моя камера, вот эта, да? И все уже чуть-чуть поднадоели, а тут раз и Алена Васильева. Ты, восьмое чудо света, ты, вопросы без ответа, я отпущу тебя опять, Боже! Она скромная, но вы же понимаете, что шоу-бизнес делает свое маленькое грязное дело. Лет через пять она будет говорить, ну что вы, а где коньяк, где коньяк? Почему вы, а где коньяк, где коньяк? Немножко разбавит шоу-бизнес, да? Слушайте, у нас есть хорошие учителя. Что вас тогда связало? У вас, Аза, ноль цензуры, у вас песни про любовь, что объединяет вас с двоих? Нормальная она, нормальная цензура. Я к вашему сверенню, вы плохо изучили мою биографию, утренники детские веду. Я буду внучке подружкой, а внуку партнершей в танце. Я буду сниматься в хачунрам и сочиет романс. Так любят танцевать, бабушки так любят танцевать. Смотри, ну на тебя же не наденут, все же, ты знаешь, перенесу, я тебе сейчас тряпки с универмага скажу. Ты сегодня выступаешь в этом, ты сама контролируешь свой гардероб, расскажите. У меня один раз такое было, мы прилетели в Иркутск и не прилетели, вообще ни один чемодан не прилетел, ни с чем не прилетел. И что вы делали? А они говорят, да успокойтесь, завтра все прилетит. Я говорю, да я завтра, завтра мы улетаем, тот самолет, который прилетит, привезет чемоданы. Мы поехали на рынок, вот как ты говоришь, и покупали всякие, эх, такие, да? Женщина, женщина, да, вообще житель живет. Такая Надя Кадышева, такой колпас-монтаж был. Твои выступления, они всегда полны эпатажа. С какой программой приехали в этот раз? Рассказывай, что за шоу нас ждет. У нас там шоу будет называться «Скандал». Скандал, моя задача будет скандалить, хамить, чуть-чуть пошлить. А я буду всегда очень весело, я хочу тебе сказать, как вы видите. Знаете, как на уроках химии показывали, красная жидкость, раз туда беленькая, она снова беленькая, раз капельку, опять красная. Вот так будем в соленой по очереди выходить, она будет, ну классики будет давать на скрипке. А я буду выходить и говорить «Ай-не-не, ай-не-не, ай-не-не». В общем, у нас будет баланс. Слушайте, мы, кстати, посмотрели ваш гастрольный тур, и он на самом деле очень большой. Получается, вы из Хабаровска потом летите в Москву, если не ошибаюсь. Сейчас там Вологда, да? А, потом Москва. Нет, мы прилетаем и в воскресенье отдыхаем, и в понедельник уезжаем в Киров. И потом у вас в Москве очень много выступлений. А потом в Москве, в Москве и в выходные в Вологду. Ну, Вологду на машине, слава богу. Слушайте, как вам хватает силы? У вас практически каждый день там будут выступления. А ты знаешь, что так же мы с Оленой спросим, как вы можете прийти сюда в 9 утра, и все время в эфире, все время в эфире, откуда у вас силы берутся? Обыкновенная привычка. Слушай, а как вообще пресса, интернет-издание? Как-нибудь отнеслись? Уже что-нибудь про вас обзнали? Вот-вот. Или тебя кто-нибудь ругал, я не знаю, там, с кем ты связалась? Вот я ее учу, я говорю. Зах, куда ты поехала? Ты же, ты Васильева, ты потеряешь свою фамилию. Я говорю, Ален, вот даже не хочешь ты никакие гадости, не умеешь делать. Ну, вышла ты из гримерки, попроси меня, я зайду где-нибудь на гажу. Давайте нам рассказывайте. Колитесь. Горяченькие сплетни, что там происходит. Потому что все, что нам показывают здесь, сами знаете, да, что мы читаем, пишут о том, рассказывают. Вот это они, понимаешь, заказали экспресс-газету себе в эфире. В Москве сейчас сплетен-то никаких и нет. Смотри, Ани Лорак, подруга же твоя, да? Ну, знаешь ее? Конечно. Ну, привет пока хотя бы, да? Ну, знаешь, сейчас, ну вот, если сказать честно, то перед Новым годом Таньяк был работой. Я иногда так смотрю... Кризис шоу-бизнеса получается. Вот, кстати, да, в Кризисе, как отразивный. Ой, он прям такой махровый, погорелый театр. Мы сейчас говорят, Кризис? Есть? Вы что, как? Вы не здесь этих чайок парагмайских-то не изображаете. Есть, нет в Кризисе в Москве. Да. Ну, вообще, сложилось, ты говоришь корпоративные, они все как были. Подождите, то есть на всех каналах говорят о Кризисе, и в шоу-бизнесе, и во всем, и только на вашем канале, все хорошо, все поют. Нет, если проехаться по вашему городу, посмотреть афиши... Хорошо, чертем сценарий. Ани Лорак имеет ребенка от Баскова? Или нет? А Баскова от Ани Лорак. У нее же... Серьезно? Это от Баскова? У нее же двойня, двойня, двойня. Да, да, да. Это не слухи? Нет, это не слухи. Они поехали в самый лучший зоомагазин, купили двух собачек, ну, двух дочечек. И так вот, и теперь по очереди они... Один, я считаю, второй, да? Да, если Ань как на гастролях, то Колька с детьми. Если Колька два, они пойдут. Понимаете, вот такие вот прямо, да, лают соседи. Давайте об успехе, Вань. В чем секрет успеха? Давайте, вот, секрет успеха, да. Секрет успеха, друзья мои, секрет успеха очень прост. Если вы хотите играть на фортепиано, дирижировать оркестром, танцевать на сцене буллет, вы должны... У каждого есть кумиры. Вы должны посмотреть тех, кого крутят по ящику, тех, о ком говорят. Если вы можете сделать лучше, лучше станцевать, лучше себя заявить, лучше... То стоит этим заниматься и идти вперед. Если ты можешь так же... Ну зачем так же, когда уже есть... А если ты можешь хуже, то сиди дома. Чись картошку. Это музыка. Как ты думаешь, вот именно высшее образование, музыкальное или в принципе, оно может помочь к твоему успеху именно в шоу-бизе, если мы говорим о нем? Я могу сказать, что в любом случае это помогает по жизни формирование личности. Потому что будь там, ты танцуешь, поешь, рисуешь, ты все равно должен быть личностью. Потому что если ты серое существо, у тебя ничего там в голове нету, нет, ты можешь, конечно, выйти, но особо ты не будешь развиваться. Нет, ребята, образование прежде всего, Лен, ты права. Приглашайте, вот третья камера существует для вас, приглашайте всех на скандал-шоу. Иди ко мне, мой дорогой. А куда я приглашаю? На скандал-шоу. Как я еще не знаю? На выходные просто. Я же буду в гостиницу приглашать. Приходите ко мне в гостиницу, это будет жарко. А в субботу мы вас ждем все на скандал-шоу в самый известный клуб вашего города. В 23.00 мы с Аленой стартуем, поэтому запасайтесь хорошим настроением. Можно без цветов, без официоза. В субботу уже можно будет выпить, рабочая неделя закончится. Начнем друг друга поздравлять, кстати, с наступающим. Хорошо, спасибо. Очередной раз. Мы рады тебя видеть. Приятно было познакомиться с тобой. Большого успеха в ваших карьерах. Увидимся с вами в клубе. Я напоминаю, что сегодня были неподражаемые, уже можно говорить так, Заза Наполе и Алена Васильева. Спасибо большое, удачи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.